Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня вторник, 8 сентября. Ежедневно за богослужением Святая Церковь предлагает нам для нашего назидания и рассуждения евангельское чтение. Сегодня это глава 6 Евангелия от Марка, стихи с 1 по 7. Давайте вместе услышим этот отрывок в прочтении Иродьяка на Свято-Троицкой Александра Невской лавры отца Александра. Во время оно прииде Иисус в Отечествие Свое, И по нем и Доша ученицы Его, И бывшей субботе начать на сонмище учите, И мнози слышащие дивляхуся глаголюще, Откуду сему сия, И что премудрость данная Ему, И силы таковы рука Моего бывают. Не сели есть и кто он, Сын Мариин, Брат же Иакову, И Иосии, И Иуде, И Симону, И не сестры ли Его Возди суть в нас, И блажняхуся он нем, Глаголоши же им Иисус, Як он есть пророк бесчести, Токма в Отечествии Своем, И в сродстве, И в дому Своем, И не мажаши ту, Ни единые силы сотворите, Токма мало недужных, Возлоши руце и сели, И дивляшися за неверствие их, И обхождаши весе окрест уча, И призва оба на десяте, И начат их посылати два-два, И даяши им власть Над духи нечистыми. Так, дорогие братья и сестры, звучит евангельское чтение на церковно-славянском языке. Перед тем, как приступить к рассуждению, давайте вместе с вами прочитаем этот отрывок в русском синодальном переводе. Оттуда вышел он и пришел в свое Отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие с изумлением, говорили, «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему, и как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды, И Симона? Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем, Иисус же сказал им, «Не бывает пророк без чести, Разве только в Отечестве своем, И у сродников, И в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, Только на немногих больных, Возложив руки, Исцелил их, И дивился, Не верю их. Потом ходил по окрестным, Селениям, И учил, И, призвав двенадцать, Начал посылать их по два, И дал им власть Над нечистыми духами». В данном евангельском отрывке, Которое только что мы с вами прочитали, Нам открывается картина Возвращения Христа В свой родной город, Назарет. Город, в котором произошло Благовещение Пресвятой Богородицы, Город, в котором прошло детство И юность нашего Спасителя. Стоит отметить, Что Сам Господь Приходит в Назарет Ненадолго. Возможно, Одной из причин Была встреча С Его Пречистой Матерью, Братьями и сестрами, Которые, Как мы знаем, Из предания церкви Были детьми Праведного Иосифа Обручника От первого брака, Который принял После своего вдовства На попечение Деву Марию, Став ей мнимым мужем, А Иисусу Христу Мнимым Отцом. Но, как и всегда, Первоочередной задачей Перед Спасителем Стояла проповедь Царства Божьего. Хотя некоторые синагоги, Как мы с вами помним, Уже закрыли Свои двери перед Христом, Синагога в Назарете Приняла его. Возможно, Ради уважения К родственникам По плоти Господа, Может, Ради интереса, Так как Уже наверняка Все горожане Были наслышаны О словах, Деяниях И чудесах Спасителя. Но, как мы видим Из текста, Людей больше Интересовали вопросы Откуда у него это? Что за премудрость Дана ему? И как такие чудеса Совершаются Руками его? Нежели Суть самой проповеди Господа. Дело в том, Что отношение Ко Христу Было предвзятым. Не плотник ли он? Вопрошают люди. Греческое слово, Которое употребляет Евангелист Марк И которое Передено В нашем тексте Как плотник Тектон Имеет значение Мастера Или ремесленника Вообще. Согласно Гомеру Тектон Строил Суда, Дома И храмы. По сути, Был человеком, Как бы мы Сейчас сказали, Мастером на все руки. Иисус Христос Был из простых рабочих. А значит, По мнению Жителей Назарета, Не имел Достаточно Времени Для изучения Писания И учительных текстов Знаменитых раввинов, Что приводило их К ложному представлению О некоторой Богословской Безграмотности Нашего Божественного Учителя. Они не понимали, Что Господь Пришел в этот мир Не претендовать На некое Особое положение, А принял на себя Самую обычную жизнь, Чтобы изнутри Обыденности Показать Для каждого Путь к преображению Для Царствия Божьего. Ведь, Как сказал Один мудрый человек, Случайности Происхождения, Богатства, Родословной Не имеют Никакого отношения К подлинной Человечности. Но, К сожалению, Очень часто Бывает так И в нашей жизни, Что мы Обращаем внимание Не на то, Что нам Проповедуется, А на то, Кто проповедует. И если Того, Кто удостоился Божественного Избрания И призвания, Мы привыкли Видеть среди себя Обыкновенным Человеком, То и продолжаем Смотреть на него По-прежнему, Не давая Веры его словам, А значит, Особенно к нам Сегодня звучат Слова Спасителя. Не бывает Пророк без чести, Разве только В Отечестве своем И у сродников В доме своем. И как мы читаем Далее, И не мог Совершить там Никакого чуда, Только на немногих Больных, Возложив руки, Исцелил их. Ибо Совершение чудес, Как пишет Блаженный Феофилакт, Зависит не только От силы Божьей чудотворящей, Но и от веры Людей, Над которыми Чудеса совершаются. К этим словам Можно добавить Только давно Подмеченную истину. Ни один врач Не сможет Вылечить человека, Если сам человек Не хочет жить. Но какой же вывод Из сегодняшнего Евангельского чтения Мы можем сделать Для себя? Во-первых, Никогда не судить Человека По внешним признакам. Так как Внутренней природы Человека С первого взгляда Нам не увидать. А во-вторых, Для того, Чтобы нам Познать И понимать Божественную истину, Позволять Богу Участвовать В нашей жизни Своими чудесами, Мы с вами Должны всецело Доверять Богу И тем, Кому через Благодатные дарования Святого Духа Эти истины Открыты. Помогай нам В этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Неси, Господи! Празднец, Ах, Благослови, Англия Благослови, Благослови, Лола. Субтитры создавал DimaTorzok